Всем привет! У нас утро, 7 утра, и через 2 часа нам ехать с Михалем на прививку. Переживаю, потому что прививка такая, там много всего будет. Михаля Ашер, они уже такие полупроснувшиеся, Михаля уж точно лежат в спальне, Регина и Лея вроде бы еще спят. Я хотела сейчас привести в порядок одежду, которая выстиралась вчера, но она вся еще не высохла, Поэтому я поставила еще один круг сушилки для нее. Для самых тупых здесь есть специальный язычок, как открывать коробку, но я, конечно, разрабатываю ее в всех местах, прежде чем увидела язычок. Такая красота. Марципан я ела впервые из Германии, и этот, конечно, тоже из Германии, и мне он понравился. В принципе, марципан не елится из Ореха. Сейчас попробуем это. Надо запланировать ночь сегодня. Я не хочу есть, я не еду, наедаться, как-то плотно завтракать, но немножко перекусить хочу, потому что еще очень рано. И я чувствую, что мне нужна энергия. Очень круто. Классно. Вкусно. Этот марципан выполнен просто обернут шоколадом. Как он вкусный. Интересно, у них разные вкусы у всех. Вау, потрясающее сочетание вместе. Вчера мы с Региной выпили кофе, перед тем, как поехать на ладж, и перебили себе весь аппетит. Вчера мы были в заведении, которое называется Бенедикт. Оно специализируется на завтраках со всего мира. Выбрали скандинавский завтрак, все втроем. Я выбрала такой же, как Ашер, потому что я научена горьким опытом. Когда мы приходим в ресторан, он себе заказывает блюдо, а я выпендриваюсь и заказываю себе что-то. Потом получается, что у Ашера офигительно вкусное блюдо, и я его хочу, и я его ем. А мое оказывается вот таким. Вчера, когда он выбрал скандинавский завтрак, я сказала, я тоже его возьму. Я даже не хочу знать, что здесь есть еще. Возьму его же. Регина тоже перечитала все и тоже выбрала скандинавский завтрак. А, да, я сейчас попью кофе. Приведу, наверное, в порядок то, что нужно привезти. Хотя вроде у нас все чисто. Буду кормить деток и поедем с Михарем. Девочки наши проснулись уже. Так, все. Временно придется мне совместить. Михаля пришлось посадить назад на Люше на сиденье, потому что здесь самый умный человек на свете. Припарковался. Вчера он мне не дал припарковаться нормально, сейчас он встал опять возле меня. Вчера он мне не далеко. Вчера он мне не далеко. Вчера он мне далеко. На шокшука, мегия, салат. Офельцов, окино, ояво. Просто разное пробую. Мне понравилось. Графика роста и веса Михаля. Проходки поделать здесь с нашей еды. Красивый хлебушек, и маслица еще, да? Да блин, видишь, я сама свои же правила рушу. Вот она начала сейчас скандал. И я не могу ничего сделать. Я просто хочу, что все будет в порядке. Смирно, селево. Ну и шалом. Лучка с печей еще. Орео. Вау! У подружки, у моей шапшука. Очень интересно, что ты скажешь, Регина? Вот мне тоже очень интересно. Расскажешь нам потом. А у меня вот такое блюдо, которое я уже здесь кушала. Очень оно вкусное. Называется мёки с грибами и кашляр. У Регины еще к шапшуке. Шапшука это яичница. Идет хлебушек и салатик. И очень много сыра фета натерли. Выглядит потрясающе. Хорошо немного на роли. И все мелкие. Вау, смотри, какие там классные. И китчен, и пожарное что-то, и салон. Кстати, да, супер. Это не китчен, это супер. Лия, как круто. Сколько тут мячиков, Лия. Как тут круто. Салатик. 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 Пойдешь в нам? Мне кажется, Миша здесь больше нравится. Конечно. Все с ума сходит. Боже, какой взять. Салатик. 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 Боже, это же все в рот, в рот. Личко пойдем. А ты же не захочешь ли поди? Круто. Давай Михалю так. На вас. Все, Михалю тонул шарик. Смотри, Михаил побежал к невесте к невесте. К невесте, к невесте. Я пойду памперс видишь. Такой ненастоящий. Я думаю, что все будет нормально, потому что да. Смотрите, мы пришли уже домой, купили вот такие интересные оливки. Вкусно? Ты попробовала сейчас какую? Вот эту темную? Ага, прикольно. Купили, значит, оливки такие, купили оливки вот такие. Их обожает Ашер. Регина не ест черные, но я их тоже люблю, и Ашер тоже любит. Взяли вот такие йогурты. Они вкусные. Главное, чтобы они были не 0%, потому что 0% будет совсем другое. Но я не скажу, что не вкусно, но совсем другое. Виноград черный взяли. Вот такой сыр. А, дан it. Окей, 5%. Вот такой, вот такой. Это тоже ты, да, выбирала? Что? О, это чушь какая-то. Какой со вкусом сыра? Что ты делаешь? Либо я просто не умею читать. Мне все же со вкусом сыра. Еще вот такие взяли китайские груши. И вот такую вкусную штуку. Давным-давно я не ела. Очень вкусно. Масляная. Это острый перчик, фаршированный белым нежным сыром. Детки кушают. Когда они поедят, мы тоже будем кушать бич-пакеты корейские. Очень вкусные. С оливками, которые мы сегодня купили. Михалю пришлось перерывать банан, потому что он отказался кушать кусками. Видимо, из-за зубов опять плюет. Не захотел. А пюре вот нормально кушает. Давай, бери вилочкой сама бананчик. Почему? Будешь есть еще? А почему сама Личка не хочет? А мне нравится, как она ухаживает. Михаэль. Что? Он наклещет. Заваливаем лапшичку нам. Будешь еще? Абин. А, тут пакетик один. Личка, доедай, Зайенька. Чуть-чуть осталось. Пошел, прошел. Что-то я проголодалась. Мы когда с тобой ели? Когда? Что, здесь Никола нет? Не, не. Позже, позже. Не, не. Мы, наверное, будем ели. Не ели ели. А может и позже. Ну, 7 часа 4 уже точно прошел. Ау. Чуть-чуть, что такое? Что еще такое? Мишина смешно делает, надо закрывать глаза. Муха так делает. Всем приятного аппетита. Мы кушаем тут то, чтобы накупили всякого разного, вкусного. Смотри, Лиза, смотри, это что такое у Регины? Это что? Это кашка. Кашка? Тут это челюсть. Будешь, Лиза. Это сыр, Личка. Я хочу сыр. Кашка. Кашка. Кашка.